Так, сегодня говорим про, опять же, разрезы, но немножко другие. Такую задачу сегодня решим. Смотрите, есть у нас граб. Тоска, что ли, такая сегодня? Есть граб. Значит, нужно удалить из него минимальное число рёбер, чтобы он стал не связанным. Удалить мин-число рёбер, чтобы стал не связанным. О, садимся. Задача о глобальном разрезе. Мы как бы хотим проверить, насколько наш граф, в принципе, связанный. Сколько надо рёбер убить, чтобы вот его связанность наконец-то нарушилась. Так, ну, например, если в графе есть мост, то число равно 1. Надо этот мост убить, всё будет хорошо. Вот, если граф двусвязанный, тогда в нём, ну, например, как в этот граф, да, в нём иногда можно убить два ребра. Ну, какие, например, какие-нибудь, какие два ребра можно убить? Ну, одна вершина. Да, теперь одна вершина. Вот так вот убить, да. Ну, скучновато, ну, ничего не сойдёт. Вот, можно убить эти два ребра, и действительно граф распадётся. Ну, довольно скучный случай, когда она просто берёт вершину, отрубаем ей все ребра, это немножко скучно. Ну, нет, бывает не такой, бывает, что... Давайте рисуем случай, какой-нибудь не такой. Какой-нибудь такой вот. Есть какая-то связанная штука, тут два ребра, тут какая-то ещё связанная штука. Что-нибудь такое. В таком графе нужно отрубить вот эти два ребра. Бывают какие-то такие случаи. Ну, это какой-то такой, типа, такой двойной мостник, в смысле, да? У нас такие две компоненты, связанные двумя ребрами. Вот такой бывает. Бывает больше, бывает там и 3, и 4. Собственно, в смысле, компоненты трёхсвязанности тоже вроде ищут за линию. Я так и не вкурил алгоритм, он большой. Вроде компоненты трёхсвязанности умеют искать за линию тоже. То есть проверять граф на то, что в нём есть можно удалить борьбу. Там что-то сложное. И там дальше с ростом количества k, но на самом деле там всё хуже становится. Не суть. Так. Бывает такая же задача взвешенная. То есть бывает, что на ребрах написаны веса, и мы хотим удалить, вот, хотим удалить, вот, с минимальным суммарным весом. Вот, вы и я. Ну, у каждого ребра есть какой-то вес, мы хотим удалить ребра с минимальным суммарным весом. То же самое, просто специально. Окей, давайте, естественно, сейчас просто вас. За какую-нибудь точку вы умеете решать? За какую-нибудь пылину умеете решать? За какой-нибудь пылину. Пока чатик открою. Может, чатик что-нибудь умное скажет. Давайте, закомните пленом. Ну как, что-то разрезы. Так, Денис не знает, как сказать разрезы. Как сказать разрезы? Ну как? Узря мы, что ли? Что здесь? Ну, если есть какие-то вершины. А, боже. Можно минимальный разрез для каждой пары вершин. Да, хорошо. Вот, если бы мы знали какие-нибудь две вершины, что вот... Мы находим какой-то разрез, все распадется на две компания связанности. Вот, если бы мы знали какую-нибудь вершину здесь и какую-нибудь вершину здесь. Вот, если бы мы нашли какую-то пару вершин, одна с другой стороны. Тогда мы бы радостно построили между ними просто минимальный разрез с помощью потоков. И... Все. Но мы не знаем вершину S, вершину T. Давайте все переберем. Давайте переберем. Давайте переберем. Давайте переберем алгоритм. За пленом. Вот, переберем вершину S от 1 до N. Переберем вершину T от 1 до N. А дальше ответ обновим. Ответ, наверное, минимум из ответа и потока из S в T. Та-дам! Хороший поленомный алгоритм. Какая асимптотика? Давайте нарисуем. Так, значит, время работы этого алгоритма. У нас вот N в квадрате этих циклов на время потока. Не знаю, сколько мы делаем поток? Сложный вопрос. Давайте смешим. Какое-то время, за которое мы делаем поток? Там по ситуации. Опять же, если граф единичный, то можно быстрее. Если граф не единичный, то подольше. Давайте я просто считаю, сколько раз запустил потоки. Давайте 1 N уберем быстро. Как убрать одно N? Я считаю, что два фора нафиг не нужны, осторожно. Что я переиграю? Я хочу найти, взять две вершины, что одна из них в одной части. Есть какой-то минимальный разрез? Я его не знаю, но он какой-то есть. Можно взять одну вершину и точно будет какая-то, которая должна оказаться в другой компоненте церковности. То есть можно просто вместо S любую вершину директировать? Ну, так, смотрите. Есть какой-то минимальный разрез. Я его не знаю, но он какой-то есть. В минимальном разрезе есть какие-то две компоненты. Какие-то вершины лежат здесь, какие-то вершины лежат здесь. Не надо найти любую вершину здесь, любую вершину здесь. Почем вершину 1. Она где-то лежит. Либо здесь, либо здесь. Пускай теперь здесь. Вершина 1 лежит где-то здесь. Давайте переберем только вторую вершину. Давайте переберем вторую вершину T, которая где-то во второй компоненте. мы переберем просто все возможные ситуации с перебирать нужно можно сказать что с равно 1 возьмем вершину 1 и попробуем из нее построить разрез во все остальные вершины из всего этого возьмем минимум это будет наш ответ квадрат уйдет это все уйдет все эти немножко порой смотрите другой алгоритм другой как можно это делать возьмем какие-то две вершины с это алгоритм один это будет 2 есть у нас граф выберем произвольные две вершины с это пока число вершин больше равно 2 хотя пока есть хотя бы две вершины что мы делаем выбираем какие-то две вершины с и т любые вершины отлично теперь есть у вас граф мы в нем выделили две вершины с и т как вы думаете они в одном множестве или в разных если я взял две случайные вершины непонятно могут в одном а могут сразу если они в разных то что сразу идем давайте попробуем вот вдруг они в разных множеств давайте пробуем найти давайте обновим поток то что рез равно мин из старого рез и потока из s в т лично если бы они были в разных множествах то мы нашли ответ лично осталось подумать что будет если они в одном множестве если они в одном множестве то давайте их просто объединим в одну вершинку вот давайте просто их склеим сделаем такую общую вершинку я хочу вот эти две вершинки s и t склеить в одну вершинку такую большую вершинку ст естественно вот все ребра приделать к ней будут при этом правильные ребра это не очень важно я приделаю ребра сюда вот сюда будут два ребра и ладно так вот такую штук и все вот ваши kilograms солью в одну большую наружу не отверстие что-то google а как все люблю все уберем все убрали если мы убрали реально все 정ище ними поток. Обновлю ответ. Если они были в разных я дошел, если они были в одинаковых, я их тоже солью в одну. И так буду делать пока вершины не кончатся. Так я потихонечку сжимаю граф, пока не останется одна вершинка. В конце будет две вершинки. Давайте разрисуем целиком примере. Вот есть у меня какой-то граф. Мы берем две вершинки, находим между ними поток. Поток между ними будет 2. Ну ладно, скучно. Сложно сделать интересный тест, большой. Можно веса приделать. Ходите веса приделаем. Дайте веса приделать, чтобы было немножко повеселее. Давайте будет каким-нибудь весам. Будет какой-нибудь... Ой, 3, 6, 5, 1, 8. Ищем поток из СФТ. Он будет равен... Вот это я сделал задачку. Ну, видимо, сюда протечет максимум отсюда 6 и 1, да? 7 сюда протекло. 7 плюс 3, 10, правильно? 3 отсюда протекло, 1 отсюда и еще 6 отсюда. 10, да. Вот поток равен 10. Сейчас, сейчас, сейчас. Из этой вершинки вот в эту вершинку. Теперь сожмем эти две вершинки в одну. У меня получится такая общая вершинка вот здесь вот, из этих двух. И останутся две вот эти вершинки. А, батюшки. Так, вот сюда появятся два ребра, вот эти 6 и 8. Еще будет петля размера 3, но петля это неинтересно. А, 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 а. И вот отсюда, сюда 5 и вот здесь вот 1. Вот опять выберем две любые вершины. Вот здесь. Эту и эту. Эти вот С и Т. Какой между ними поток? 6. Да. Петля 5 сюда и идем сюда. Вот. Поток равен 6. И объединяем их в одну. Получаем вот, 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 вот эту вот, 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 общую вершину из этих двух и еще вот эту. Ой, батюшки, здесь будет петля 5 и петля 3 останется еще. Зря эти петли рисую, не нужны они, на самом деле. И будет между ними три ребра. 1, 6 и 8, да? Вот. Теперь я беру эти две вершины. Между ними поток будет, очевидно, равен 14, 15. Большой поток. Да. Почему 15 получилось? Все вообще серебряно. Что? А, ну да, у меня есть разрез с величиной 15, действительно. Хорошо. Прижимный поток будет 15. Все, потом я их сжимаю в одну вершину. Все, конец алгоритма. Теперь из всего этого я выбираю минимум. Вот он. Смотрите, что минимальный разрез равен 6. Похоже на правую. Такой алгоритм. 8 точку давайте оценим. Давайте, мы делаем вот этот, опять же, этот файл мы делаем n раз, да? Тут мы что делаем? Тут мы ищем поток за время потока, да? Тут мы делаем мерш. Сейчас сколько мы делаем мерш? Вот так, грубенько оцениваем. Давайте скажем, что меньше, чем поток. Поток перебьет это. Можете подумать, за какое время вы умеете мерзть с вершины? Ну, даже если я в тупую граф перестрою целиком, это будет быстрее, чем поток построить. Время на смерже двух вершин явно быстрее, чем поток. Я могу в тупую просто построить граф новый, взять вершину, объединить, все ребра перенести сюда просто. Даже вот не думая. Вот. Итого суммарное время опять будет покойше. Суммарное время будет n на время, за которое я умею делать поток. Оп. Хорошо пока. Вот. Спрашивайте, нафиг я сделал два алгоритма с одинаковой сложностью. Хороший вопрос. Если второй алгоритм улучшить первого, его можно ускорять. Значит, на счет чего можно ускорять второй алгоритм? В первой алгоритме мне нужно было построить поток между конкретными вершинами s и t. То есть вот тут устроено так. Я даю тебе вершины s и t, а ты мне находишь поток. А во втором алгоритме немножко не так. Мне нужно построить поток между любыми двумя вершинами. Поэтому я сейчас сделаю такой специальный алгоритм. Значит, как обычно работает алгоритм. Я ему даю граф s и t, а он мне возвращает поток. А мне нужно говорить такое. Я ему даю граф, а он мне выдает вершины s и t и поток. Алгоритм сам может выбирать между какими двумя вершинами построить поток. И он будет это делать сейчас. Сейчас будет алгоритм, который работает быстрее, чем поток, и который умеет... Вот именно это и делает. Ему дает граф. Он в этом графе выбирает какие-то две вершины, и между ними строит поток. Потому что между этими вершинами удобно строить поток. Он тогда будет его строить. Потому что он более приятный, вот эта пара вершин. Алгоритмы. Алгоритмы Штур-Магнера. Как работает? Смотрите. Возьмем граф. Давайте я прям на этом же дорисую еще раз. Раз уж он тут был. Смотрите, возьмем наш прекрасный граф. Зря это все стирал, конечно. Ну-то ладно. Будем помечать его вершины по одной. Вот изначально все вершины не помечены. Первой вершиной пометим любую. Возьмем любую вершину, пометим ее... Давайте, вот будет один. Я буду понимать, в каком порядке их помечают просто. Сначала помечаем вершину ту. Теперь, каждый раз мы выбираем вершину, которая сильнее всего связана с помеченными вершинами. Мы выбираем такую вершину, что сумма весов ребер, которые идут в помеченные вершины, максимальна. Вот, например, в нашем случае вот у этой вершины сумма весов 1, у этой вершины сумма весов 5, у этой 0. Максимум 5. Поэтому вторым я добавлю вот эту вершину. Вершину добавляю в мое множество. Вот, у тебя помечена вершина вот эта. Дальше, опять. Из всех вершин выбираем ту, которая наиболее связана с этими звездами. Вот эта вершина связана ребрами 1 и 6 в сумме 7. А эта вершина реберем 3. В сумме 3. 7 больше, чем 3. Поэтому эта вершина будет оптимальна. Эту вершину добавим множеством. Пока что какую-то совершенно билиберду делаю. Где поток, непонятно пока что. А теперь добавляем последнюю вершину. Тут уже особо выбора нет. И вот здесь товарищи маги, смотрите. Я все это проделаю. В конце возьму последние две добавленные вершины. Скажу, что вот это вершина S, а вот это вершина T. И поток между вершинами S и T равен сумме ребер, торчащих из S. Очень просто. То есть утверждается, что вот сейчас поток отсюда сюда, давайте я немножко скажу. Флов из S в T, он равен суммарному весу всех вершин, всех ребер, торчащих из S. В нашем случае утверждается, что поток отсюда сюда равен 11. Это правда. Абсолютно магия, правда? Еще раз. Я делаю так. Я беру вершины и помечаю их в таком порядке. Каждый раз у меня какие-то вершины помечены, а какие-то не помечены. Давайте. Значит, у меня есть какое-то вот множество помеченных вершин. Знаете, какое-то множество помеченных вершин. Я беру, выбираю такую вершину V. Чтобы сумма весов всего, что из нее входит, давайте скажем, множество A. Никто не догадался. То есть A это множество помеченных вершин. Батюшки. Ой-ой-ой-ой. Давайте. Я хочу, чтобы сумма весов V, U по всем U, принадлежащим A. Давайте я позначу за V из V в A. Для краткости. Хорошо? Просто вес, это будет вес всего, что торчит из V в множество A. Чтобы такую сумму не писать каждый раз. У меня она будет несколько раз еще. Вот. Значит, я хочу найти вершину V такую, что сумма весов из нее в A, она максимальна. Вот. Выбираю такую вершину, добавляю ее в множество. Выбираю такую вершину, добавляю ее в множество. В конце. Вот я добавил, добавил, добавил вершины. Давайте вот так, я выпишу вершины, в которых я их добавляю. Вот я в каком-то порядке добавил все вершины, в мое множество. Возьму последние две, скажу, что это S, а это T. И утверждается, что выполняется это свойство. Вот утверждается, что поток из вершины S в вершину T, он равен... Давайте разрез, дайте, дайте буду. Ладно, ладно, visible flow будет тоже будет flow. Значит, про разрезы, а не про потоки. Ладно, не важно. Вот поток из вершины S в вершину T, он равен сумме всех исходящих... Сумме всех... Ладно, здесь правильно посчитается. Просто сумме всех из S во все остальное. ВВ без S. Нормально? Я вместо той суммы написал такую же штуку. Такая магия. О! О! Это ты вовремя. Половину пропустили. Хорошо. Докажем? День докажем. Это магия абсолютная, но давайте это докажем. Как мы это докажем? Смотрите. Посмотрим на последние две вершины. Между ними есть какой-то разрез. Если я построю разрез, у которого от S и T в разных половинках, получится какой-то разрез. Давайте посмотрим на минимальный разрез между этими вершинами. Давайте вот так нарисуем. Вот есть разрез. Это разрез. Если вот вершинка T, она с одной стороны, а вершинка S с другой стороны. Давайте на все остальные вершины посмотрим, где они были. В верхней компоненте или в нижней. То есть у меня вот какие-то вершины в верхней компоненте, какие-то вершины в нижней компоненте. Какие-то в верхней, какие-то в нижней. Вот есть минимальный разрез между S и T. Давайте на него его просто нарисуем. Все остальные вершины распределились между S и T. На самом деле я пытаюсь доказать, что множество нижней состоит только из вершины S. Пускай нет. Пускай есть какая-то вот такая сложная штука. Посмотрим на такие штуки. Дайте скажу, что вершинка специальная. Если она первая в своей группе вершин с одинаковой стороны. В каждой группе вершин с одинаковой стороны видим самую первую вершинку. Еще раз, вершинки отсортированы в том порядке, в котором я их добавлял множество A. То есть я вот сначала добавил первую вершинку, сейчас случайную. Потом эту самую близкую к первой, эту самую близкую к первому двуму и так далее. Наиболее связанную с максимальной суммой весов входящих на репорт. В таком порядке я их слева направо добавлял. Последние две были T и S. Посмотрим на эти вершинки выделены зелененьким. Утверждается, что для них выполняется очень простое свойство. Свойство такое. Возьмем вершинку. Давайте нарисуем. Возьмем вершинку. Посмотрим на все. Дайте, дайте, вот здесь какую-нибудь покороче нарисую. Давайте вот что-то такое. Вот эта вершинка зелененькая. Вот эта вершинка, давайте, V. Вот здесь вершинка V. Давайте посмотрим на разрез, который вот сузили до вот этого множества вершин. Посмотрим в разрезе, вот в этом вот, только те ребра, которые вот в этом множестве находятся. Все остальные ребра пока забьем. Оставим только вот эти вершины. Все ребра, которые с ними не связаны, уберем. Вот тут появятся какие-то ребра. Вот тут какие-то ребра, вот так какие-то ребра. Еще между ними, нет, между ними тоже есть ребра. Вот наш разрез, он пересел какие-то ребра здесь. Давайте сузим разрез на это место. Давайте вот скажем, что CV это величина... Ну, короче, давайте скажем, что сумма весов ребер, что... Как-то нормально пояснить. Вот E, короче, принадлежит разрезу... Давайте вот... Не хочу вводить слишком много... Ладно, давайте, давайте. Вот XY хочу, что ребро XY принадлежит разрезу. Хочу. И что XY, они меньше равны, чем V. В этом порядке. Понятно? То есть я хочу вот выкинуть... Вот тут еще чуть-чуть граф выкинуть. И посмотреть только вот на эти вершины и ребра между ними. И вот те ребра, которые входят в разрез, я хочу посчитать. Это будет CV. Так. Ну, давайте я как статья напишу, уж по-человечески. Я еще сделаю такое множество. Давайте скажу, что вот это... Все множество вершин перед вершинкой V называется AV. В той прекрасной статье. AV это просто множество вершин, которые мы добавили в множество... Ну, на самом деле, это состояние множества A, когда я добавил вершину V. Поэтому оно AV. Когда я добавлял вершину V, вот здесь вот, это была вершина наибольшая, связанная с множеством A. Вот это вот состояние этого множества A, это как раз вот эти вершины. Makes sense. Понятно? То есть, вот я когда добавил вершину V, у меня в множестве A были вот эти все вершины. Вот это AV, это как раз вот то состояние, вот то добавление вершины V. Все, теорема очень простая. Теорема очень простая. Вот CV, оно... Сейчас, наоборот. Наоборот, с другой стороны. Вот, если я посмотрю на вес между вершинами V, ой, между вершиной V и тем, что до нее, он будет не больше, чем величина разреза C. Давайте переведу еще раз. Значит, тут что написано? Тут написано, что суммарный вес ребер, ведущих из вершины V в то, что левее. Я беру вершину V, беру из нее ребра во все, что левее. Они не в этом разрезе. Бывают такие ребра, вот сюда ведущие. Бывают ребра, ведущие вот сюда. В целом ничего не сбрещает. Вот я просто беру все ребра, торчащие из вершины V, в то, что налево идет. Они не все в разрезе. Некоторые идут в свою компонент, некоторые в чужую компонент. Которые в чужую, а не в разрезе, а которые в свою, не в разрезе. Это сумма по всем таким ребрам. Эта сумма по всем таким ребрам, она не больше, чем величина разреза. Разрез это просто все ребра, которые пересекают разрез и которые вот левее вершинки. Все вот такие ребра. Все эти ребра, еще вот такие ребра, вот все такие ребра. Рисовать еще раз? Понятно, что происходит? Еще раз. Здесь вершинка V. Вот левая штука. Это что такое? Это все ребра, которые ведут с вершинки V налево. Они ведут либо в свою компоненту вот так вот, либо в чужую компоненту как-то вот так вот. Этих на разных уровнях. Вот куда-то сюда. Какие-то такие ребра могут быть. Здесь вершинка V. Все ребра из нее налево – это вот сумма их весов. Значит, CV – это что такое? Это взяли вершинку V, взяли все предыдущие вершинки. И взяли все ребра между этими слоями. Вот такие ребра. То есть такие, что у них одна вершинка в одной компании, другая в другой компании. Вот. Вот это правая часть этого неравенства, это левая часть неравенства. Утверждается, что эта штука меньше равна, чем эта штука. Контакт. Что ты делаешь? Дебагаешь свои разрезы, что ли? Так. Давайте докажем. Докажем по индукции слева направо. Для первой вершины это верно. Согласны? Я возьму самую левую вершину, но для нее неравенство выполняется. Да? Хорошо. Отлично. Возьмем какую-то вершину. Докажем, что для нее это тоже выполняется. Возьмем вершину V. Возьмем предыдущую вершину, вот такую зелененькую U. Вот для U это выполняется, а докажем, что для V тоже не выполняется. Ну, возьмем вершину V. Что такое множество... Ой, что такое вес от V до AV? Из чего он складывается? Мне надо взять все ребра из V, торчащие вот сюда. Давайте я их разобью на две части. Это все ребра, торчащие в AU. То есть вот в эту часть. Это AV, а вот это AU. Значит, из V ребра торчат либо вот сюда, либо куда-то вот сюда. Отлично. Так. Плюс еще ребра между этими штуками. Давайте вот. Давайте вот. Будет вес ребер из, короче, из V во все ребра. Давайте вот так напишу. От U до V-1. Отлично. Что можно сказать про эту штуку? Что можно сказать про вес, про суммарный вес всех ребер из V вот в эту множество? Нет? Не видно? Наверное, он сейчас меньше, чем вес из U. Да. Вот когда мы выбрали вершинку U, мы взяли такую, что из нее суммарный вес вот в этом множество максимальный. Значит, из нашей вершинки он меньше. Хорошо. Поэтому вот этот вес, он не больше, чем вес из U в AU. А это по индукции, мы уже знаем, не больше, чем величина разреза вершины U. Теперь, смотрите, у нас есть разрез вершины U. Это вот мы взяли вот эту часть, да, и все ребра между ними. Отлично. К этим ребрам мы добавили ребра из вершины V, идущие вот сюда. Что получится? Просто CV. На самом деле не совсем. На самом деле меньше получится CV. Тут могли еще быть вот такие. То есть я посчитал. Вот эти ребра, эти ребра точно в разрезе CV. Сейчас. Сейчас. У меня получилось CV, CU и еще плюс вот эти ребра. И те и другие ребра точно в разрезе CV. Вот. CU точно в разрезе CV. И вот эти ребра, которые здесь торчат. Такие ребра. Они тоже в разрезе CV. Это не все ребры разрезы CV, если что. Там бывают еще вот такие ребры, отсюда, вот сюда. Но это точно не больше, чем CV. Это все, короче. Оно не больше, чем CV. Все, конец индукции. Все, очень простое утверждение. Вы понимаете, что из этого сразу следует то, что надо? Из этого утверждения сразу следует то, что... Вот то, что я хочу. Видно? Нет? Пока. Должно взять последнюю вершину. Что такое S? S-то последняя вершина. Для нее тоже выполняется. То, что справа, это просто целиковый разрез. Я взял разрез, сузил его на все вершины до S включительно. Это просто все вершины. CV-то просто целиковый разрез. Дальше. Здесь что? Здесь это вес суммарный ребер из S во все предыдущие. Но у нее в предыдущие все предыдущие, потому что она последняя. Поэтому как раз у меня вот эта вот... Вот эта штука, это будет как раз вот эта. А CV, это будет как раз весь разрез. Итого я доказал, что для последней вершины сумма весов исходящих ребер, она не больше, чем разрез. Пока я говорю, что он равен. Почему равен? Ну, потому что если мы возьмем все эти ребра, то это тоже будет разрез. В общем, все хорошо. Вот сейчас сумма этих ребер, это тоже разрез. То есть я говорю, что у меня все разрезы больше равны, но такой разрез точно есть. Вот если я просто все эти ребра отрежу, это будет разрез. Вот. Поэтому разреза меньше нет, а это разрез. Поэтому он минимальный. Да? Да? Да. Вроде не напутал ничего. Да, очень почистил. Все, это весь алгоритм. Еще раз, алгоритм такой. Ему дает граф. Он на выходе выдает вершины S и T и поток между ними. Вот так он делает. Каждый раз добавляет вершину, максимально связанную с предыдущими. Потом возвращает последние две вершины и говорит, что из последней вершины в предыдущую разрез равен просто сумме всех торчащих из S-рёбер. Та-дам! Давайте, сколько вы умеете программировать? Давайте, структуру данных все учили. Давайте. Какие нужны структуры данных, чтобы это делать? Нам нужно быстро прибавлять... Сейчас. Ну, вам нужно гораздо добавлять вершину с максимумом. Вообще, нам нужна какая-то куча. Правильно? Давайте, что дальше нужно делать? Вот я хочу... Давайте, я для каждой вершины посчитаю... Давайте, я буду хранить в структуре данных, буду хранить вот эту величину, чтобы быстро максимум доставать. Хорошо. Достала вершинку S максимально этой суммой. Что это дальше надо сделать? Мы её помечаем, и все ребра, которые из неё выходят в вершины, которые ещё не помечены, нам нужно к каждой вершине, к её сумме прибавить вес ребра. То есть, мне надо уметь доставать максимальный элемент и прибавлять к текущему значению что-то. Фибоначевую кучу мы делали наоборот. Мы доставали минимум и вычитали. Можно всё сделать задом и вперёд. Можно прибавлять и доставать максимум. Причём можно сделать фибоначевой кучей для особых ценителей. Можно сделать обычной кучей за m log n. Что у нас получится? У нас получится, что вот это всё место мы заменим. Мы будем вместо потока делать этим алгоритмом. И этот алгоритм у нас работает за, давайте, этот поток у нас работает за время m log n. Если обычными кучами, и там m плюс n log n. Если фибоначевыми кучами очень хочется сделать. Тогда у нас суммарная симптотика будет такая. Мы n раз-то всё делаем, будет n на, ну давайте в большую же напишу, m плюс n log n. Вот такая дичь. Ну, значит, как раз, это быстрее, чем умеем выпускать потоки. Потоки за такое время не умеют цикать на народ. Это быстрее, чем то, что было. Ух! Хорошо зашло. Что-то долго прям. Ну, хватит. Вроде разбрались, да? Вроде разбрались. Дальше мы упоримся. Ладно, давайте. Дальше мы сделаем ещё более быстрый алгоритм. Но он будет рандомизован. Вот мы дошли до алгоритмов, которые рандомизованные быстрее, чем дистерминированные. Наконец-то. Значит, бывают алгоритмы, которые рандомизованные быстрее, чем дистерминированные. Вот, например, вот этот алгоритм мы знаем такой. То есть, как бы, ну, мы не знаем, может есть дистерминированные тоже быстрее. Мне кажется, не придумали ещё. Я не проверял, но мне кажется, пока ещё не придумали дистерминированные алгоритмы, такой же быстрее. — Бывают такие задачи. Я не знаю, бывают задачи, про которые доказано, что организованная крупная быстimes. Наверное… Я не знаю. Не знаю, кстати, интересно, надо изучить. Бывают задачи, про которых известно, что детменированная не существует такого же быстрого PRESADA sea. наверное бывает. Вот для этой задачи мы знаем хорошие рандомизованные, которые быстрее, чем хорошие детерминированные. Такая штука. Алгоритм, один из моих любимых вообще, Мэйси, он меня поражает своей красотой. Давайте невзвешенный сделаем, потом веса добавим. Возьмем невзвешенный граф. Давай какой-нибудь такой добавим. А, я хочу, чтобы два ребра удалилась. Как было? Все интересные графы, они слишком большие. Давай что-нибудь маленькое сделаем. Давай какой-нибудь треугольничек делаем с таким письмом. И тут будет что-нибудь. Ага, давай большой сделаем. А сейчас так соединю будет три, да? За два нельзя будет удалить никак. Да, за два нельзя будет удалить. Ну ладно, давай, давай за три. Сойдет. Ну, скучно немножко, да? За два больно тупо удалять. Смотрите, алгоритм дают вам граф, нужно найти в нем минимальный разрез. Чудо, смотрите. Посмотрим на любое ребро этого графа. Почему любое ребро? Какое вам нравится ребро? Какое-нибудь вот это ребро. Хорошее ребро. Посмотрим на эти вершины U и V. Давайте подумаем. Мы взяли вершины U и V. Они соединены ребром. Ну они всегда ребром. Скорее всего они в одной компоненте. Вряд ли они в разных компонентах. Скорее всего в одной. Давайте поверим, что они в одной. И смёрзжим их. Значит, возьмём их, смёрзжим их в одну. Ой, батюшки, так. Можно я прям на этом графе тогда буду прийти всего? Да, не хочу. Ладно, давайте нижний граф буду портить. Чтобы это был исходный граф. Давайте вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чтобы было видно, что я делаю. Значит, я вот 6 и 7 мёрзжу в одну большую вершину. Вот эту 6 и 7. И тут всё наделываю. Вот тут, тут. Тут, 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 тут. Этих по два, да? И вот это 4 и 5. И тут 1, 2, 3 всё ещё на месте. Как-то так. Так. Отсюда в 6, отсюда в 5. Вот. Отлично. Есть параллельные ребра, это не страшно. Возьмём случайно в любое ребро. С учётом параллельных. То есть, вот, можем, выберем равновероятно любой из этих ребер. Вот эти тоже равновероятно выбираем. Эти все. Вот, ткнём в какое-нибудь, не знаю. Вот. Вот это ребро. Хорошо. Сожмём вершину 2,5. Отлично. Возьмём 2,5. Заменим их на одну вершину 2,5. Рёбра все вернём сюда. Так, петли я сразу уберу, петли не нужны, на самом деле. Это сэн. И тут будет два ребра сюда. Опять, ткнём в случайное ребро. О! Вот это нижнее ребро. Хорошо. Я ловко тыкаю. Так. Это соединяем всё в одну большую вершину 4,6,7. И с неё, собственно, три ребра торчит сюда. Так вот. 4,6,7. Из неё три ребра торчит вверх, вот сюда. Эти ребра торчит сюда. Видишь, как хорошо ловко. Вообще никаких потоков строить не надо. Просто берём и случайно её сжимаем. Так. Ну, короче, так. Продолжаем, пока не надоест. Этого ребра вот к нём будет 2,5,3. Давай, 2,3,5 будет. Дичку это делаю, правда? Тут 4 ребра. Всё ещё торчит. Так. Ну ладно. Мы сюда с большей вершиной ткнём. Давайте сюда ткнём. Стыкаем в одно из этих четырёх ребер. Это всё сжимается в одну компоненту. Тут получается всё кроме вершины 1. Вершина 1 здесь. Так. Я где-то вас обманул. Тут был парик. Вот. Это всё сжимается в одну компоненту. Получается всё подряд и 1. И между ними разрез равен 3. То есть мы сжимаем, пока не останется две вершины. Когда осталось две вершины, мы легко найдём разрез. Идеально? Идеальный алгоритм. Ещё раз. Что мы делаем? Мы берём граф. Берём случайное ребро. Сжимаем вершины. Берём случайное ребро. Сжимаем вершины. Когда осталось две вершины, берём между ними число ребер. Это будет разрез. Алгоритм Каргера. Каргер вообще суровый, лужик. Хороший вопрос. Из-за того, что мы слишком много всему верим, иногда нам не повезёт. Иногда мы ткнём не туда. И ответ получится неправильно. Так действительно бывает. Давайте посчитаем вероятность. Какую вероятность нам повезёт? Вероятность того, что всё хорошо. Когда нам будет всё хорошо? Когда не на одном шаге мы не облажались. С какой вероятностью мы облажаемся? Вот есть у вас граф. В нём М-рёбер. Мы ткнули в случайное ребро и его затянули. Вот с какой вероятностью это ребро не в минимальном разрезе? Давайте с другой стороны снимем. Вот пускай у нас есть N-вершин и M-рёбер. Можно ли это какую-нибудь оценку на величину разреза? Чтобы разрез не больше, чем сколько-то. Какую-нибудь простую оценку? Н на 2. Н на 2? Ну да, это тоже сойдёт. Я хочу M, чтобы оно было. Понимаешь, что если граф разреженный, то надо маленький разрез. Короче, если ребер много, то надо удалить много. А если ребер очень мало, то надо удалить мало. Я хочу от числа ребер скорее, да. Я хочу показать, что у меня мало хороших ребер. Вот если у меня ребер... Если у меня примерно 2M-рёбер, давайте. Если у меня M примерно равно N. Тогда какого размера разрез минимальный? Ну, 1, да. 1 если это дерево, на самом деле. Если это цикл, то 2. Больше чем 2M, сложно построить. Куда? Если у нас граффити сильно связаны, то это акселум. Да, ну это если... Ну тогда ребра будет много. Ребра будет N в квадрате. А у нас теперь ребер мало. Да, вот если у нас ребер мало. Как оценить разрез, если у нас ребер мало? Значит, подумайте. Как может быть разрез? Можно взять какую-нибудь вершину, отрезать у нее все ребра. Вот. Минимальный разрез, он не больше, чем минимальная степень вершины. Вот так хочу ценить. Если я возьму просто вершину, отрежу от нее все ребра, точно будет разрез. А какая минимальная степень вершины, если у меня M ребер и N вершин? Нет. Почему M? Минимальный, максимальный. Ну да, нельзя. Каждое ребро, оно увеличивает степень двух вершинок, да? Поэтому сумма всех степеней, она равна 2M. Вот минимальная степень, она не больше, чем сумма всех степеней поделить на N. Правильно? Ну, минимум не больше среднего. Это очень интеллектуальное неравенство. А это, естественно, не больше, чем… Ну, это, на самом деле, равно просто. Просто равно. Сумма всех степеней – это просто 2M. К сожалению, надо аккуратно, я даже константу убирать не буду. Действительно, 2M поделить на N. Вот. Контакт, да? Боите, если у вас есть граф, в котором N вершины M ребер, в нем есть разрез, минимальный разрез, и он величины не больше, чем 2M делить на N. Ну, да, в частности, если M равно N, получилось 2. Хорошо. Теперь, бейте, с какой вероятностью я облажаюсь? Вот я ткнул в случайное ребро, и я попал в разрез. Плохо когда? Плохо когда? Я вот выбрал случайное ребро, и это ребро принадлежало минимальному разрезу. Если оно не принадлежало, то я все правильно сделал, стянул. Плохо, когда я попал в ребро, и оно оказалось в минимальном разрезе. Смотрите, у меня есть M ребер. Я ткнул случайное. Попал в минимальный разрез. Минимальный разрез размер не больше, чем столько. Да? Какая вероятность это случится? Вероятность того, что случайное ребро принадлежит вот этому минимальному разрезу, да? 2N. Ну, 2N, да. Эту штуку поделить на M. У меня столько всего плохих ребер, а всего ребер M. Она равна, ну давай, не больше. Везде безбутят не больше. Не больше, чем 2 делить на N. Тут 2 тоже ценно, я ее оставлю, она сейчас пригодится. Вот. А с какой вероятностью все хорошо? Значит, у меня все хорошо, если я на каждом этапе не попал в плохое ребро. Давайте. Давайте. На первом этапе я не попал в плохое ребро. С какой вероятностью? 1 минус вот это. Это вот, давайте, N минус 2 поделить на N, да? Просто приведу сразу. На втором шаге. N минус 3 поделить. Да, будет N минус 3. Видите, двойка на самом деле важна здесь в этом месте, к сожалению. Потом будет на N минус 4 поделить на N минус 2 и так далее. В конце будет там типа 1 треть, да? Да, давай, давай, я добавлю еще на самом деле. Вот здесь будет 2 четвертых тоже добавлю, чтобы было видно, что сокращается все, но не совсем все. Да, сократится вот все, кроме вот этих двух штук и этих двух штук. Вот это будет 2 поделить на N на N минус 1. Вот. Хорошо это или плохо, как вы думаете? Кажется, вероятность не очень велика, прямо скажем. Но. Мы всегда будем, смотрите, смотрите. С квадрата сделать. Да, смотрите. Вот видите, у вас какая-то процедура, которая с какой-то вероятностью дает вам правильный ответ. Сколько раз надо ее повторить, чтобы стало хорошо? Ну, смотрите, вот есть, есть у вас, есть ваша штука, она с вероятностью, да, не знаю. Монетка с вероятностью одна десятая, вероятность выпадает сейчас. Какой-нибудь кубик. С вероятностью одна шестая, а там выпадает шестерка. Сколько раз надо его кинуть, чтобы хотя бы один раз выпадала шестерка? Примерно. С вероятностью как шестерка? Какой-то нормальный вероятность. А, хорошо, давай. Так, кубик тяжело, давай-давай-давай. Что-нибудь более сложное. Давай какая-нибудь штука, я не знаю, у меня кончились. У меня кончились примерно. Здесь какая-нибудь штука, она совершает, случается всего один процент. Да? Сколько раз надо ее, так сказать, запустить, чтобы она тебе дала правильный ответ? Нет интуиции в этом есть? Ну, примерно. Вот какая-то... 100 кажется. 100 логично. Нет, это нормально сойдет. Ну, как будто может случайно. Вот, давайте, вот, пускай, пускай. Давай, давайте, вот. Вот какая-то штука, получается с вероятностью Epsilon, да? Сойдет. Давайте 1 на N, давай, хорошо. Если вероятность равна 1 на N. Я запущу это N раз. С какой вероятностью мне повезет хотя бы один раз? Ну, с вероятностью 1 минус, мне ни разу не повезло. Мне ни разу не повезло с вероятностью 1 минус 1 минус N в степени N. Это примерно E. Просто E. Просто E. Не минус 1. Да, минус 1, хорошо. Это примерно 1 минус 1 делить на E. Ну, если я совмест бесконечности, да? То есть какая у него была маленькая вероятность, если я N раз ее сфигачу, будет вероятность какая-то нормальная. Это уже какая-то константа просто. А дальше, если я сделаю много раз, давайте, если я сделаю вот здесь вот K, N, сюда K добавлю, тут будет E в степени K. Так, это не E, это у меня Y написано. Я сказал E, а написал Y. Короче, вероятность ошибки будет по экспоненте убывать. Если я K, N раз сделаю что-то, что происходит с вероятностью 1 N, у меня просто по экспоненте будет убывать вероятность. Вот. У меня вероятность вот такая. Мне нужно примерно N в квадрате раз сделать, чтобы стало хорошо. Вот. Вот такая штука. Давайте. Давайте здесь в уголочке нарисуем. Значит, это вот. План. Значит, я произведу все эти действия. Мне либо повезет, либо нет. Я не знаю, на самом деле. Тут проблема в том, что я не знаю, мне повезло или нет. Если бы можно было проверить, можно было бы остановиться в какой-то момент. Тут я не знаю, у меня как бы нашелся какой-то разрез. Может быть, он минимальный, может быть, нет. Но с такой вероятностью. Значит, я проведу эти действия все N в квадрате раз. Хотя мне раз не повезет. Значит, какая будет асимптотика? Давайте. За какое время умеете все это вот сжимать, разжимать? За N в квадрате раз можем? Верите? Ну, каждый раз выбираем две вершины, мне нужно смертить там какие-нибудь списки, вот это все. Мы справимся за линию сделать, в смысле за N. Вообще, все это сжатие за N в квадрате, я считаю, справится. Да? Не знаю, да. Ну, не очень сложно, ладно. Короче, вся эта процедура по сжиманию графа, она за N в квадрате работает. За N я умею делать? Наверное, нет. Сейчас я подумаю, умею ли я делать за N. А, на самом деле, мне просто надо рёбра пошафлить и в таком порядке сжимать, правда ведь? Это то же самое, что если я беру случайный рёбок. Короче, тут будет N в квадрате или M на Альфа M для ценителей, ладно, неважно. Давайте N в квадрате оставим, тут все будет от N в основном зависит. Так, я беру, значит, это вся процедура, которая сжимает. Я повторяю N в квадрате раз. Получаю какую-то вероятность. Дальше я ещё повторяю K раз, где K – это вот логарифм погрешности, который я хочу. Того суммарная ситуация будет такая. Значит, мне нужно сделать N в квадрате действий, N в квадрате раз, да, и всё это повторить, вот этот вот логарифм от 1 на ε. От той погрешности, которую я хочу. Вот ε – это вероятность того, что всё пойдёт плохо, что я не угадаю. Поставьте сюда любое число, которое вам хочется, которое вам кажется достаточно надёжным. Вот, через такой логарифм. Вот, рандомизованные алгоритмы. Правда, прикольно? Я говорю, что иногда не находит ответ. И мы в этом никак не узнаём. Я очень люблю тогда. А вот в квадрате раз пытаемся это сделать? Ну, что-то хорошее. Вы выбираете, в квадрате раз что-то делаем? Всё-всё, это делаем. То есть мы доходим до ответа, и что если будет? Обновляем, обновляем максимум. Из всех таких выбираем минимум. То есть мы из всех ответов, которые мы нашли, мы находим минимальный. С вероятностью вот такой мы хотя бы один раз вткнули в настоящий минимум. Но это не точно. Помнишь шикарный алгоритм? Красиво. Там есть два типа таких алгоритмов. Есть алгоритмы, которые находят тебе правильный ответ, но не боятся какое время. Как сортировка более-менее, как быстрая сортировка. То есть они работают всегда правильно, но время работы – это случайная величина. А вот есть такие прекрасные алгоритмы, которые иногда дают неправильно. Ты можешь это немножко контролировать, много раз его запуская. Такое. Последний пункт нашей программы. Сейчас мы это ещё ускорим. Это алгоритм Каргера. В какой-то момент к Каргеру пришёл мужик, который называется Штейн. И они алгоритм заапгрейдили. В чём была проблема? Алгоритм хороший. Но, так сказать, зараза – очень маленькая вероятность. Вот эта вероятность очень маленькая. Потому что мы очень много действий делаем. Они собрались и подумали, давайте поменьше делать действий, чтобы не так часто ошибаться. Идея. Давайте граф не сжимать до конца. Давайте его посжимаем, пока мы не ошибёмся с вероятностью 1,2. Вот. Сложный вопрос. Сколько раз можно сжимать граф, пока наша вероятность ошибки не больше, чем 1,2? Ну что, мне вообще сократится? Вот у меня есть какой-то вот n-2 на n, на n-3, на n-1 и так далее. И вот в конце будет, там, какой-нибудь вот k, плюс 1 на k плюс 3 и на k на k плюс 2. Вот у меня всё сократится. Опять же, как здесь. Вот, кроме этого и этого, я хочу, чтобы это было примерно 1,2. Чему равно k? Что же такое? Ну, это k на n в квадрате, то есть... Арифметик, это... Математика, 6 класс. Да, действительно, смотрите, вот. Ну, это примерно k в квадрате на n в квадрате. Я хочу, чтобы k в квадрате поделить n в квадрате было примерно 1,2. Значит, k на n должно быть 1 на корень из 2. Значит, k должно быть примерно n поделить на корень из 2. То есть я могу сжимать мой граф, пока у меня не останется n делить на корень из 2 вершин. Дальше я сделаю хинт ушами. Видите, вот у меня был граф, да, размер n. Я его сжимал, 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 пока не получил граф размером n делить на корень из 2. Дальше я возьму этот граф, размер n корень из 2, и запущу на нём тоже лг, два раза. Всё. Вся идея. То есть я пойду вот по одну сторону сжимать, пока не останется, пока не останется n пополам. n делить на корень из 2, делить на корень из 2, а будет n делить на 2 просто. Тут она опять раз двоясь на 2. А тут ещё раз сделать то же самое. Тут тоже раз двоясь на 2 и так далее. То есть я запущу алгоритм один раз, запущу алгоритм второй раз. Из этого возьму минимум. Чтобы вариация была лучше. Я хочу, чтобы вариация ошибки была поменьше. Поэтому я вот алгоритм два раза запущу. Чтобы вариация того, что я ошибся, она по экспоненте убывала ещё. В конец. Сейчас пооценим. Давайте. Вероятность ошибки всё ещё большая. Что за два запуска с вероятностью 1, 2? Это 3 четверти что ли? Что не попадает нормально? Если бы была 1, 2, то было бы да, 3 четверти. Там, к сожалению... Это как-то плохо. Ну там, к сожалению, она убывает. Обзорянность тоже будет зависит. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай, че, лапсуми, за какое время можем это всё сделать. Может, мы уже время продолбали. Вот за какое время мы сделаем всю эту штуку. Давайте. Вот это вот я сделаю, опять же, взаимок в квадрате где-то. Да. А дальше мне нужно два раза запуститься от графа в два раза меньше. Значит, t от n. Это будет что? Я потрачу n в квадрате времени вот на это, а потом ещё два раза запущусь на графе размером n делить на корень из двух. Давайте. Уметь такую рекурсию решать? Давно? Давно интеллировались. Давайте. В самом начале первого семестра такое было, помните? Там мастер теорем, все дела. Были времена. Давайте. Чему равно это? А давайте вот эту информацию уберём пока. Если его не будет. Я делю n на корень из двух, а время моношу его в два раза. Какое будет t? Страшно? Хорошо, если вот так сделаю. Вот равно 4t от n пополам. Так меньше страшно? Чему равно t от n с такой штуки? Ну, это 4 в степени, да-да-да, логарифт по основанию 2, да? Хорошо. 4 в степени логарифт по основанию 2 от n. Это что такое? Это n фарад. Это n фарад. Это n фарад. Знакомьтесь. Это o. Ну, это 2 в степени... Давай дай мишу. Это вот... Хорошо. Хорошо. Видно, да? Хорошо. Это 4 в степени... 2 в степени 2 раза этого. 2 в степени 2 раза на это все. 2 в степени лог это будет n. Получается n в квадрате. Хорошо. Тут то же самое. Тут надо 2 возвести в степень логарифт по основанию корня из 2. Это тоже квадрат. Но у меня еще есть плюс n в квадрате вот здесь. Что делать, когда у меня плюс n в квадрате вот здесь? Помните? Вот то же самое, что мы делали в сортировке слияния. Там у нас на каждом уровне было... На каждом уровне рекурсии будет n в квадрате. То есть, у нас... Вот это штука работает за n в квадрате. Сейчас давайте я здесь нарисую. Чтобы не пугать вас сразу. Вот здесь я работаю за n в квадрате, где n у меня n занятие на корень из 2. То есть вот эта часть работает за n в квадрате пополам, и эта часть за n в квадрате пополам. Вот эти вместе в сумме работают за n в квадрате. Дальше у меня будут 4 ветки, Каждая занят в квадрате на 4. Так же, как в стартировке с лиянием, только с квадратами. То есть будет n в квадратное количество уровней? Да, будет n в квадратное количество уровней. Уровней логарифм. Поэтому, на самом деле, время, за которое я все делаю, это будет n в квадрате на лога. Видно? Хорошо. Все, осталось с вероятностью. Все, и мы закончили. Я просто напишу это. Я не умею это красиво выводить, на самом деле. Знаете, я просто напишу, какая должна быть вероятность. Значит, вероятность ошибки, то есть вероятность, что все хорошо, она примерно 1 на лога. То есть, на самом деле, мне надо запустить эту штуку не n в квадрате раз, а логан раз всего. Вот. И тогда финальная асимптотика будет... Давайте я тут запишу. Значит, мне надо вот эту штуку запустить лога n раз, тогда у меня вероятность будет где-то 1 на e. Все хорошо. Финальная асимптотика будет такая. Вот я делаю n в квадрат лога n операций, лога n раз будет n в квадрат лог в квадрате n. Это все одно действие. Это лог в квадрате. Ужас. Давайте докажем. Господи, вот это, конечно, раз мучение. Да ладно, давайте пробуем. Там я каждый год пытаюсь вспомнить, как это называется, по-человечески. Не вспомните, если где-нибудь найти... Я ничего не хожу, ладно. Я тебе просто в тупую докажу, просто возьмем по индукции. Значит, там была константа какая-то. Давайте... Я хочу добавить константу. Я просто напишу плюс 5, не буду париться. Давайте напишу так, знаете, как такие вещи доказываются, знаете. Ну, понимаете, какой логарифм. Логарифм, по-своему, корень из двух, это я помню. Но можно было добавить константу тоже. Значит, что я хочу сделать? Я хочу доказать по индукции, что вероятность для размера n, она не... Сейчас, вероятность чего? Вероятность аж... Все хорошо, да? Она хотя бы 1 делить на... Что логарифм, по основанию, корень из двух, это я помню. Ну, потому что мы делим вставить корень из двух. А, а, а плюс что-то. Стоит, что плюс 5 напишу, и там разберемся. Мне кажется, там чем больше, тем лучше. Ладно, не сработает, так не сработает. Сейчас соберемся. Так, поехали. n, это размер графа. То есть, вот я хочу сказать, что у меня вероятность ошибки. То есть, вот я... Вот если я с этого места начну, то вероятность ошибки будет такая. Если я с вот этого места начну, то вероятность ошибки будет поменьше. То есть, у меня чем меньше граф, тем меньше вероятность ошибки. Сойдется. Смотрите. Посчитаем. Значит, какая вероятность того, что все хорошо? Значит, все хорошо, значит, я нашел минимальный ответ, да? Я нашел минимальный ответ. Если я вот за эти все действия ни разу не облажался, это происходит с вероятностью, кто помнит? Одна вторая, действительно, мы не зря так делали. Значит, вероятностью одна вторая, я вот за то время, пока я шел отсюда досюда, не сжал ни одного хорошего ребра. Вот. Теперь, мне надо, чтобы я в одной из этих веток не облажался. Хотя бы в одной. Значит, мне надо, чтобы я... Вот это вероятность того, что я облажался в хотя бы одной ветке, да? Будет 1 минус p от n делить на корень из-под, правильно? Так что? Квадратик где-то вот здесь. Вот здесь, да? Так, аккуратно. Так, вот это p от n и вероятность того, что у меня все хорошо было вот в этой ветке, да? Вот это, это вероятность того, что у меня все плохо в этой ветке, да? Вот я пошел в эту ветку и не нашел минимум. Вот в квадрате, это значит, я в обеих ветках не нашел минимум, да? А 1 минус в квадрате, это значит, что я хотя бы в одной метке нашел минимум. Сходится? Может, сходится? Ой, батюшки. Давайте распишем. Так, так. Давайте потихонечку. Вот p от n делить на корень из 2. Это что значит? Это надо взять вот это вот. И поставить сюда корень из 2. n делить на корень из 2. Логарифм от n делить на корень из 2 по основанию корень из 2 это просто log минус 1, правильно? Значит, у меня вот здесь будет 1. Значит, сейчас, давайте я потихонечку, что я сейчас выписываю. Я сейчас сначала выпишу вот эту штуку, а потом потихонечку сделаю все остальные действия. Это будет 1 поделить на log, log сюда будет по основанию корень из 2, log n минус 1, да? И еще плюс 5. Это вот эта штука я выписал. Это будет просто плюс 4. Давайте так и напишем. log n. Просто аккуратно хочу сделать, чтобы меньше багов было. Окей? Это я просто вот эту штуку выписал. Теперь 1 минус эта штука. Значит, мне надо из 1 вычесть вот это. Это значит, я возьму log n плюс 4, вычету из него 1, правильно? У меня будет log n плюс 3 поделить на log n плюс 4. Отличненько. Теперь в квадрат надо возвести. В квадрат я это возведу. Давайте прямо разведу. Так, у меня будет, сейчас будет log в квадрате плюс... Что там было 3? 6, 3. 6 лог n. Почему 6? Ну, 3. 2, 3, 6. 2, b. 2, b. 3, 2, 2, n. А, да. Плюс 6 лог n и плюс 9. Так, а здесь будет log квадрат плюс 8 лог n и плюс 16. Хорошо, это мы квадрат посчитали. Теперь надо делать 1 минус квадрат. Так, для этого мне опять надо издоминать или вычесть числитель. Это даже проще будет. 2 лог n плюс 7. Так, из этого я вычету это, только этот лог квадрат пропадет. Здесь будет 2 лога, действительно. Здесь будет 16 минус 9, это 7. 7, хорошо. Так, вот хорошо, до счета уже дошли. Так, а теперь просто 1 вторая от всего этого надо взять, все будет хорошо. Давайте, на днис нам нужно на 2 еще, да? Значит, будет 2, спросите, господи, 16. Вот сейчас пойдет арифметика, и тут 32. Ну, потому что было не 5, кстати, поменьше что-то, наверное. Ну, вот. Все, теперь утверждается, вот это вот эта вот штука. Утверждается, что это больше или равно, чем 1 поделить на лог n плюс 5. Нормально, почти все уже. Ну, все, сейчас домножим, переставим, все получится. Если повезет. Так, лог n плюс 5 надо домножить на вот это. Правильно? Давайте домножим, значит, будет что, 2 лога, но и сошлось, неплохо, сейчас. 2 лог квадрат, так, плюс 7 логарифмов и еще плюс 10 логарифмов. Это плюс 17 логарифмов. А тут 16, сейчас, чуть-чуть, чуть-чуть, четенько. Плюс 35, это больше, чем 32. Должно быть больше равно, чем 2 лога квадрате плюс 16 лог n и плюс 32. Ну, больше же? Сошлось. 35, да. 5 хватило, короче. Наверное, меньше надо было сделать, но не важно. Зачем запоминать константы, когда мы будем взять большую? Нет, ну, так, чтобы совсем по финишу и было, надо что-то взять плюс C, расписать все через C и в конце понять, какое нужно сделать оптимальное C. Ну, вот, я не настолько. Тут и так слишком много возни, чтобы еще разобрать. Вот, короче, это правда. Вот, вероятность, она всегда больше, чем вот эта. Поэтому это работает за 1 лог, поэтому 8 логика тут такая. Вам чудесный вариант. Логик Каркера Штейна. Там есть еще чудесный алгоритм тоже от кого-то из них. Я не помню, кто из них главный энтузиаст в чьих, Каркера Штейна. Там есть прекрасный алгоритм для поиска этого, минимального основного дерева. Родиномизованного за линию. Тоже очень клево. Можем когда-нибудь рассказать, если будет опять жарень. Вот, бывает такое в жизни, друзья? Хочется какого-то рандома накидать, и получается логика быстрее, чем то, что мы сделали. Серьезно быстрее, да? То есть, тут n в квадрате на какие-то логарифмы, а там было все-таки n на m на какие-то логарифмы. Даже без логарифм. Да, nm там был. Ну ладно, nm плюс n к какой-то, наверное. Все, я все рассказал. Ничего не забыл? Вроде все. Да? Да? Все понятно? Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok